Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рада вас приветствовать снова в студии «Радио «Болтком». Я тут две недели была в самоизоляции. Всё успешно прошло. Никто не заболел. Слава Богу. А сегодня мы поговорим о том, ну, конечно же, о наших текущих событиях, о кризисе, который мы все сейчас переживаем. И, наверное, конца ему пока ещё не видно. И есть такое расхожее выражение, что когда кто-то кричит, караул-караул, стоит обратить внимание на мошенников, которые пытаются залезть в ваши карманы. И сегодня мы хотим поговорить о том, кто же сейчас пытается опустошить карманы населения. Может быть, не даже те карманы, которые вот сейчас в нашей одежде, что у нас в кошельке имеется, а накопления наши, то есть у нас были накопления какие-то, может быть, на депозитах в банках, у нас были какие-то, может быть, загашники, кубышки и так далее. Вот. И сейчас это всё понемножечку начинает истощаться. Но самое обидное, что люди стали обращать внимание на свои пенсии. И буквально несколько дней назад на Фейсбуке одна из, ну как бы, моих слушательниц или там подписчиц опубликовала такой аларм. Ребята, посмотрите на ваши пенсионные накопления третьего уровня. Они уменьшаются. И, конечно, для людей это очень чувствительная тема. И сегодня мы поговорим о ней, о пенсиях, о том, как и кто управляет нашими пенсиями, на какие средства люди могут рассчитывать в старости и какие гарантии предоставляет на эту тему государство с Вячеславом Добровскисом, который у нас основал когда-то аналитическое бюро ЦЕРТУС, а сейчас является депутатом СЭИМа нашего парламента. И это, наверное, один из наших самых серьёзных экономистов в стране, который немножечко смотрит не только на текущие события, а и на перспективу. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, Вячеслав. Да. Итак, почему похудели пенсионные накопления? Что можно сказать людям? Что случилось? Ну вот, это тенденция, которая весьма долгая. То есть, если мы посмотрим на такое весьма авторитетное исследование, которое сделала организация по экономическому сотрудничеству ОСД около двух лет назад. То есть, там был такой очень систематический подход, был сделан серьёзный анализ работы наших латвистских пенсионных фондов по сравнению с пенсионными фондами других стран. И результаты были не очень приятные. То есть, за 10 лет работы, то есть, мы говорим, что 10-летний период, который был, ну, наверное, примерно с 2007 по 2017 год. То есть, ещё за тот период, например, за 10 лет реальная отдача латвистских пенсионных фондов была в среднем негативная. Минус 0,6. То есть, ты положил 10 рублей, вернее, 10 евро, а в итоге через 10 лет получишь 9,40 или 9,30 в итоге. 9,4, но это за вычетом инфляции. Если мы говорим, номинальная, номинальная была бы вычет. Тогда получили бы и от 10 рублей, и от 12,6. То есть, в реальном исчислении, то есть, без учёта инфляции, они именно теряли. И причём, по сравнению с другими странами, это было, ну, один из самых худших результатов. То есть, негативная отдача была только в таких странах, как Эстония, Болгария, Словакия. Для сравнения, да, например, ну, я сейчас смотрю, для сравнения у Дании реальная отдача была плюс 3,8. У Израиля плюс 3,6 и так далее. Это среднегодовая доходность? Или за 10 лет? За 10 лет. Это среднегодовая доходность, реальная среднегодовая доходность за 10 лет. То, что ещё пару лет назад отметил ОСД, как таковой, да. То есть, то, что по сравнению с управляющими других стран, латвийские управляющие, ну, здесь это не, мы не говорим о конкретном управляющем, конкретного банка, это усреднённая цифра, да, обо всех латвийских пенсионных фондах, да. Что они работают на порядок хуже, чем в средне пенсионные фонды других стран. И причём, также, что интересно, они берут, дерут комиссионные с этого, которые, ну, тут даже не на порядок, а на десяток порядков выше, чем у других стран. То есть, в те годы, например, только в 2016 году управляющие пенсионными фондами в Латвии брали примерно, ну, грубо говоря, от 1,4 до 1,8% от тех активов, что были в их управлении, да. То есть, их доходность, на самом деле, она вот стабильная. То есть, вот умри, но вот эти 1,5% отдай пенсионному фонду за то, что он так мужественно управляет твоими деньгами. Сейчас они несколько снизились, да. Но мы здесь говорим о наших пенсионных деньгах, которые, ну, не последний год только находятся на втором и третьем уровне, так говорится. Они там находятся уже больше 10 лет. Так вот, за большую часть этого периода, по сравнению с другими странами, ну, те комиссионные, которые латвийские, в основном банки, управляющие СНАЗ, брали, ну, их иначе, как космическими, назвать трудно. То есть, еще раз, для сравнения, то есть, если у нас они были 1,4% от 1,4% до 1,8% от активов, то, например, возьмем Швецию, ну, почему я беру Швецию, потому что многие наши банки, они ведь из Швеции, да. То в Швеции для частных фондов это 0,38%. Да. А для государственного, то есть, у них есть основной фонд, который управляет государством, это 0,12%. То есть, наши комиссионные, они больше, чем в 10 раз выше, чем управляемый государством, основной фонд в той же Швеции. Ну, а как, вот, например, обычный вкладчик может на это повлиять? Он только выбирает между теми, кто либо 1,5%, либо 2% берет? Он особо не выбирает. То есть, он обязан, если мы говорим о втором уровне, то он обязан каждый год отчислять, это даже не он делает, а от него это делает его работодатель. Каждый год отчисляет 6% от его брутозарплаты во второй уровне. Все, что он может сделать, это выбрать управляющего. Ну, управляющих немало, да. Сколько у нас примерно их? Столько-столько банков или есть еще какие-то? Около 30. Около 30. Здесь, ну, теперь перейдем уже к более недавним временам. Если мы посмотрим на состояние всей этой системы на 1 апреля этого года, и используем теперь уже, скажем, ну, может быть, даже не может быть, не совсем правильный способ подсчета среднегодовых, а просто зададим вопрос. Вот мы за какое-то время уплатили фонду какое-то количество денег, да. Скажем, ну, пусть это будет 1000 евро. Зададим вопрос. Мы на сегодня имеем 1000 евро больше, чем 1000 евро, или меньше, чем 1000 евро? И вот здесь я смотрю, например, на таблицу о состоянии этих фондов на сегодняшний день. А где ее можно увидеть? Где радиослушатели могут с ней ознакомиться? Это открытые данные или у вас какая-то есть специальная информация? Это абсолютно открытые данные. Это ВАЛСС, социалос, адрошинашная санитура. То есть агентство по соцстрахованию. Там есть раздел статистика. И в этом разделе статистика каждый, в принципе, может покопаться и подобные данные найти. Так вот, если использовать вот этот простой критерий, то есть вот на сегодняшний день, ну, без там среднегодовых и так реальных, нереальных. Вот просто номинально. Вот мы уплатили туда 1000 евро. У нас сегодня есть что? И вот я смотрю на эти 30 управляющих фондов, вижу, что невооруженным взглядом, что, грубо говоря, близко к половине из них, мы на сегодня имеем меньше, чем мы уплатили. Ага, прекрасно, замечательно. Опять же, не буду называть, я не хочу создавать никакому конкретному банку рекламу или антирекламу. Здесь мы даже можем смотреть в пределах одного банка. Есть разные планы вложений. И, опять же, не называя банка, но речь идет о весьма известном банке. То есть, если вот мы положили 1000 евро, уплатили в какое-то время до этого, то в зависимости от того, какой план мы выбрали, у нас сегодня вместо этой 1000 евро может быть на руках от 885 евро, ну, то есть значительно меньше, это худший результат, до лучший результат 1150 евро. То есть, ну, разброс, диапазон весьма такой серьезный. Так, мы дошли до констатации факта, что караул грабят. Сейчас нам надо сделать небольшой перерыв на рекламу, буквально 2-3 минуты. И, уважаемые слушатели, мы приглашаем вас звонить после перерыва в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, и поделиться вашими мнениями о том, как лучше накапливать деньги на старость, следите ли вы за вашими пенсионными накоплениями, может быть, у вас есть пенсионный план третьего уровня, или страховка на ребенка до достижения им совершеннолетия, какие-то такие страховые продукты, которые, ну, позволяют вам обеспечить какое-то более-менее достойное будущее для вас и ваших детей. А пока не переключайтесь, у нас небольшая пауза. Мы опять вернулись в студию после небольшого анонса, и приглашаем радиослушателей звонить нам по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, делиться вашими мнениями о том, как следует себе обеспечивать старость, и следите ли вы за вашими пенсионными накоплениями, а на связи по скайпу с нами Вячеслав Домбровский, депутат Сейма и экономист, и мы обсуждаем пенсионные планы. Итак, в первой части программы мы пришли к неутешительному выводу, что, к сожалению, наши управляющие пенсионными фондами берут очень дорого за свой труд, и, к сожалению, делают его не вполне качественно. Даже боюсь спросить, а, может быть, можно как-то без них обойтись? Как вы думаете, Вячеслав? Ну, на самом деле, можно легко без них обойтись. У нас, я думаю, что на данный момент такой, скажем, ну, средний человек, он даже обыватель, он вряд ли хорошо ориентируется во всех перипетиях пенсионных системах. То есть, если это первый уровень, второй уровень, третий уровень, то есть, в этом во всем сложно разобраться. Но, тем не менее, давайте попробуем пойти походово-исторически. Начнем с так называемого первого уровня. То есть, что это вообще такое? Его выдумал Отто фон Бисмарк. Такой, ну, надо... Да, знаем такого, слыхали. Не помним, но кто такой исторический деятель? То есть, он отец вообще пенсионной системы как таковой. То есть, что он сделал? Он ввел систему солидарности поколений. Что это значит, по сути? Положим, мы получаем какую-то зарплату. Мы говорим, давайте мы определенный процент зарплаты внесем вот в этот вот своеобразный фонд солидарности поколений. Это значит, что сегодня я, работающий, 20% своей зарплаты отдам тем людям, которые на сегодня являются пенсионерами. То есть, которым выше, ну, на данный момент, чем, ну, почти 65 лет, да. Но и соглашение заключается в том, что когда я стану пенсионером, тогда те молодые люди, которые будут работать в то время, они отдадут мне 20% своей зарплаты. Ну, да, солидарная система, да. И последствием всего этого будет государство. Ясно, что государство, оно не будет взимать никакие комиссии, с этого государство будет следить с тем, что этот вот пакт солидарности поколений, он выполняется. Если мы еще чуточку подумаем об этом, то мы поймем, что, по сути, это представляет собой инвестицию. Ведь я получаю, я, платя 20% от своей зарплаты сегодня, я рассчитываю на какой-то возврат 20% от будущих зарплат. То есть, что если в будущем, будущие поколения, если их будет больше, да, ну, по соотношению к числу пенсионеров, то я буду получать больше, чем я плачу сегодня. И ясно, что если они будут более продуктивны, то есть, если экономика будет расти, то и зарплата будет расти, да, то это будет 20% от гораздо более большого числа. Так ведь? То есть, мы говорим о, по сути, инвестиции, инвестиции во всю экономику, да, где ценность инвестиций больше, чем больше растет экономика, чем более продуктивны ее работники, чем больше людей работает, да, чем больше население, это все значит, что ценность моей инвестиции идет вверх. Но, конечно, может пойти и вниз. Если люди из страны уезжают, если экономический рост слабый, да, то тогда эти вот, или если люди в будущем перестают платить налоги, начинают скрывать свои зарплаты, да, то, конечно, ну, 20% это становится немногим, да. Это несколько ловушков, которые попали наши сегодняшние пенсионеры, да. То есть, когда они платили за своих зарплат этот вот процент, ну, они вряд ли ожидали, что для них настанут вот такие вот времена, как сегодня. Вот смотрите, теперь наступают у нас 90-е годы, и приходится, ну, тогда были очень сильные финансовые лобби. Не только у нас, во всем мире. И вот приходит такой дядюшка и говорит, а, ну, чего вот с этим своим, вот этой вот старой системой? Вот у нас есть новая идея, как делать новую пенсионную систему. Вы давайте вот, из этих 20% то, что вы платите, давайте вы сегодняшним пенсионерам будете платить только 14%, а 6% отдадите нам. А мы эти 6% где-то... Выгодно вложим. Инвестируем. И с того, что мы инвестировали, у вас деньги будут расти. Но они... А замануха была такая, что это деньги, которые человек может получить, ну, как бы, если из первого уровня он не наследует эти деньги, он не может их... Ну, как бы, это просто система, которая ему обеспечивает пожизненную пенсию, то пенсионное накопление второго уровня, они якобы вот твои живые деньги, вот какие-то такие. Нет, нет, нет. И думать так было бы весьма большой ошибкой. Потому что с первого взгляда так, может быть, кажется, но на самом деле это так не... Это совсем не так. Еще раз. Первый уровень это наше требование к будущим поколениям. Так. То есть, если мы в 90-х годах, вот еще раз, мы вкладывали 20% от своей зарплаты, и мы рассчитывали на 20% от зарплаты будущих поколений, то в 90-х годах вот мы этому дяде отдали 6%, а сами начали теперешним поколениям платить 14%. То есть, мы снизили наше требование против будущих поколений с 20% от зарплаты до 14%. Зато обеспечили кому-то жирный доход. Слушайте, у нас просто телефон разрывается. Сейчас мы послушаем телефонные звонки. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вот имеешь на руках похоронные деньги, и хочешь как-то их сохранить, вот эти похоронные, лозишь на депозит в банк, допустим, и банк дает какой-то процент, ну, навара, так будем, чтобы понятнее было. Так вот, этот процент во всех банках Латвии ниже, чем инфляция. Ниже, чем инфляция. Но государство ухитряется, значит, с этого процента, а там обычно 0,5, даже 0,3 где-то есть, еще что-то. Государство ухитряется с этого процента взять подоходный налог. Да, 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 подоходный налог. То есть, берут не с дохода, а берут с убытков, да, вот ухитряются так вот. Если бы справедливо было бы, то можно было бы брать налог с того, что превышает инфляцию. Ну, насколько, неважно. Можно тогда брать налог. А как можно брать с убытков налог, это только в нашем государстве. Спасибо за ваше мнение, Вячеслав. Как думаете? Несколько неверной информации. С убытков налог никто не берет. То есть, налог в данном случае он взимается только в том случае, если есть прирост. Ну, понятно, что слушатель как раз об этом и сказал, что если тот доход, который он получает процентный, меньше, чем уровень инфляции, то фактически мало того, что он не сохраняет свои деньги с инфляционным коэффициентом, но он еще и с этих, с этого маленького наварчика платит подоходы налог государства. То есть, было бы справедливо, если бы государство взымало только ту часть, облагало налогом только ту часть, которая выше инфляции годовой. Как вы думаете, это реально? Я думаю, это не будет очень справедливо. Представьте себе людей, которые у нас, может быть, таких относительно мало, таких станет больше. То есть, люди, которые получили свои активы, свое богатство по наследству, которые, может быть, даже сами вообще не работают, а все свои доходы получают от того, что они свои деньги унаследованные, они куда-то вложили. Может быть, даже в депозит в банке или еще куда-то. и так далее. То есть, у них, таким образом, образуется доход. Но этот доход не трудовой. Это доход от того, что они эти деньги вложили и так далее. Зададим вопрос. Это справедливо, что они будут платить налоги? Или справедливо, что они будут платить налоги только от того, что инфляционного компонента? Давайте мы эту тему немножечко отложим на обсуждение нашим депутатам. Возможно, они придут к какому-то здесь решению, потому что, ну, реально, если у человека там деньги, ну, какая-то тысяча евро лежит похоронная, а у кого-то там лежат сто тысяч, то подход к ним не должен быть одинаковым. Но дело в том, что у нас получается так, что у нас прогрессивное налогообложение, оно существует, ну, прогрессивное налогообложение доходов, оно существует так, чисто в виртуальной реальности, а фактически оно не работает. Я думаю, что то, что было бы логично в таком ситуации, да, это то, что если бы этот вот прирост или так далее, который не превышает определенную сумму, чтобы он вообще не облагался. то есть был какой-то минимум не облагаемый, да. Еще есть один звонок, давайте послушаем. Так, что-то сорвалось. Звоните нам, дозванивайтесь, телефоны в студии работают. Вячеслав, и вы рассказали, о, сейчас еще раз попробуем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, здравствуйте. Вот, господин Добровский в начале второй части сказал, что вряд ли мы простые люди разбираемся с правильными этих денег в этих фондах, а в фондах, которые работают, управляют правильно. А в первой части он сказал, что в одном фонде из тысячи евро сегодня 1150, а в другом фонде этого же банка 785 возникает вопрос, там такие же тупые, как и я. То есть они тоже не умеют управлять. И вопрос такой, а кто за это отвечать должен? Государственная структура или банк? Кто должен управлять за то, что за мои деньги оплачивают люди в фондах, которые там же не один человек сидит, а там пень целая. Живут там не так уж плохо, а прибыли мне не приносят, а только убытки. Это первый вопрос. И второй вопрос. А наступит такое время, когда мои пенсии, отложенные 20%, о которых говорит господин Добровский, после моего ухода в мир иной перейдут моим наследникам. Не в виде того, что они могут эти деньги получить, а в пенсионные фонды. Тогда становится абсолютно все равно, что откладывает сегодняшнее поколение в счет будущего поколения. Мои дети, мои внуки будут с деньгами все равно, а сегодня нет. Спасибо. Спасибо вам. Здесь было задано даже несколько вопросов. По сути, если мы говорим о том, кто во втором пенсионном уровне за что отвечает и так далее, то в этом и суть соглашения, что люди в обязательном порядке должны эти 6% от своей заработной платы перечислять в какой-то из, у них есть выбор. Как я сказал, на данный момент есть не менее 30 управляющих фондами. То есть теоретически можно выбрать того, кто по каким-то причинам нравится больше или меньше. Но дальше суть соглашения такова, что фонды не несут ответственность за то, сколько вы заработаете или сколько вы потеряете. Припоминается реклама на начальной стадии существования этих фондов, когда Парекс рекламировал такую кружку с ягодами, выпирающими из нее. И там было написано в прошлом году наши фонды принесли там 6% годовых, а внизу маленьким тонким шрифтом это, так сказать, историческая доходность, нельзя ее относить на будущее. Но, тем не менее, тогда вот таким образом привлекали клиентов. И, конечно, сегодня такой рекламы уже нет, потому что опция стала какой-то добровольно принудительной. А вообще, насколько вот это, ну, будем так говорить, благосостояние пенсионных фондов или управляющих такими деньгами фондами совместных вложений может продолжаться долго. может быть, стоило бы подумать о том, насколько эта система идеальна, или мы будем продолжать говорить эту мантру, что у нас прекрасная, уравновешенная пенсионная система и прям все нам завидуют, весь мир нам завидует. здесь, скажем, можно вернуться, возьмем первый и второй уровень, то есть, в чем его основные разницы за и против. На самом деле, концептуально они так сильно не отличаются. Первый инвестиция и второй тоже инвестиция, только первый, в первом случае, первый уровень пенсионной системы, то есть, солидарность поколений, это максимально широкая инвестиция и это инвестиция только в свою экономику, где возврат с инвестицией это ваше требование, то есть, то, что будущие поколения вам заплатят процент от своей зарплаты. Второй уровень, это инвестиция более узкая, в нашем случае, в случае Латвии, большая часть этих инвестиций, они за пределами страны. То есть, покупаются какие-то акции на международном фондовом рынке облигаций и так далее, и так далее? В первую очередь, государственные облигации, акции и так далее. То есть, на данный момент мы говорим, что вот за, то есть, на 1 апреля этого года во втором уровне более 4 миллиардов евро. Большая часть этих денег инвестирована за пределами нашей страны. Если бы мы остались только с первого уровня, то все бы эти деньги, они бы остались в нашей стране. То есть, мы занимаем сейчас... Больше получили бы сегодняшние пенсионеры. Да. И второй момент очень важный, то есть, посредники. У первого пенсионного уровня посредника фактически нет. То есть, или посредник, это государство. Здесь администрировать вся администрация это сбор налогов. Если государство собирает налоги, значит, свой процент получается. Ну, конечно, здесь в этом случае государство должно также думать о росте населения и росте экономики. Потому что только в этом случае доходность на первый уровень вообще начинает подниматься, как таковая. Честно, что если люди сбежают, экономика стагнирует, ну, тогда и доходность на первый уровень будет никакая. но самое главное то, что вот по сути такого вот посредника как такового, который снимает свой процент, в первом уровне его нет. А во втором уровне он есть. И этот посредник это вот те самые финансовые институции и банки, которые снимают например, на состояние пару лет назад, ну, мы говорим о примерно больше, чем 40 миллионов евро в год, которые забирают посредники. Да, в любом случае. Из наших карманов? Нет. Независимо от того, насколько хорошо или плохо они работают. Ну, потому что по закону они не отвечают за результат. Ну, как бы, как выросло, то выросло. Поэтому, по сути, за последние годы тенденция вот в тех странах, в основном это восточной и центральной Европы, которые многие в 90-е годы также подписались на это вот предложение. Давайте начинать делать второй уровень. давайте вот процент нашей зарплаты, то, что мы раньше вкладывали в первый уровень, теперь будем вкладывать его во второй уровень. Большинство этих стран поменялось свою точку зрения и от второго уровня отказалось. Это Венгрия уже весьма давно, это Польша. То есть, пока такие туземцы, которые продолжают радоваться стеклянным бусам, это только мы, Балтийские страны, они последние, которые в нашем регионе остались с этим вторым уровнем. И то мы видим, что уже за последние месяцы Эстония пытается от него отказаться. Ну да, кстати, была опубликована такая информация, что эстонцы планируют отменить вот на время пандемии эти 6%, или сколько у них там взносов во втором пенсионном уровне, это может принести им экономию 400 миллионов в год. Да, то есть, мы со стороны оппозиции мы также предлагали хотя бы на время пандемии отменить взносы во второй уровне пенсионной системы. То есть, это да, это дало бы и работодателям, и работополучателям то есть, минус 6% от их налоговой нагрузки, то есть, минус 6% от брутой зарплаты. Ну, по сути, у нас есть еще один звонок, давайте попробуем его выслушать последний. Добрый день. Добрый день. Будьте добры, не отключайте, я вам подскажу, и как я вижу, как бы решить эту всю проблему. Проблему эту можно было бы решить единственным путем, включая, и туда будет борьба с конвертами, и борьба с коррупцией, и так далее. Для этого нужно элементарные вещи сделать, создать фонды, дорожный фонд, медицинский фонд, пенсионный фонд, и так далее, фонд для оплаты чиновников, и так далее, чтобы мы, как каждый налогоплательщик, видел, куда наш идет уплощенный евро, и так далее. Тогда общество сможет контролировать коррупцию, и так далее. У нас было возможно, в 96-м году, когда мы переходили с вот этой системы, которая была в советское время, перейти вот на эту систему. И тогда мы возьмем ситуацию на контроль. Другого пути нет, не было и не будет. Спасибо за ваше мнение. Ну, кстати, был у нас и дорожный фонд, и пенсионный фонд у нас тоже существует. Это социальный бюджет, это отдельный раздел, наверное, нашего кошелька общего государственного, есть бюджет здравоохранения, и государство регулярно, служба госдоходов публикует диаграммы, как расходуются ваши деньги. Но, к сожалению, наверное, источник коррупции не в том, как собирать деньги, или там предотвращение коррупции, не в том, как собирать деньги, а в том, как их расходовать. И, к сожалению, вот мы видим сегодня по разговору с Вячеславом Добровским, что мы, ну, как люди, как налогоплательщики, как граждане, повлиять на то, как сегодня деньги пенсионного, второго пенсионного уровня управляются, как они расходуются, мы не можем. Мы можем только выбрать фонд, но, как бы, из двух зол меньше, фактически. И вопрос, наверное, состоит о том, чтобы действительно коалиция правительственная прислушалась к мнению оппозиции и попробовала вот этот эксперимент по поводу отмены вообще взносов во второй пенсионный уровень. Понятно, что это лишит доходов, так сказать, финансовой организации, которая занимается управлением этими деньгами, но те средства, которые к ним уже попали, они, наверное, у них и останутся, да, в этом случае? Вячеслав, как думаете? Нет, но, кстати, в управлении эти деньги принадлежат тем людям, которые их туда перечислили, то есть они не принадлежат. Ну, то есть, если новых поступлений не будет, старые-то останутся у них? Не обязательно. Кто какие... Ну, то есть, мы сможем их доверить одному или другому, но, тем не менее, нам же их никто не выплатит, эти деньги. Понятно же? Нет, это не так. Деньги, по сути, принадлежат тем, кто их перечислил. То есть, они не принадлежат ни банкам, ни финансовым институциям. Владимир, находятся на данный момент в данной системе, они находятся у них в управлении. Ну, хорошо. Мы не будем сейчас углубляться в эту тему, у нас время, нашей программы подходит к концу. Очень много звонков, к сожалению, мы не смогли все их принять, потому что нам надо было выслушать Вячеслава о том, чтобы он разъяснил нам, как работает система. Мы в первом приближении поняли, что деньги второго пенсионного уровня, к сожалению, в Латвии управляются достаточно плохо, и отмена взносов социальных во второй пенсионный уровень, хотя бы на время теперешнего экономического кризиса могла бы стать таким небольшим импульсом для экономики, кстати, к снижению затрат на рабочую силу, соответственно, к привлечению или созданию новых рабочих мест, потому что, ну, когда зарплаты на рабочую силу снижаются, то, соответственно, себестоимость продукции немножечко становится меньше, мы становимся более конкурентоспособными, может быть, это один из инструментов для выхода из кризиса, о котором нам надо уже думать сейчас, несмотря на то, что чрезвычайная ситуация в нашей стране продлена, и мы пока не знаем, окончательно это решение 12 мая или нет. Сегодня мы обсуждали пенсионную реформу, вернее, не пенсионную реформу, а пенсионные деньги, которые, к сожалению, у нас сейчас находятся под риском, и депутат Сейма Вячеслав Домбровский нам разъяснил, какие это риски и каким образом мы, как граждане, можем на них влиять, управлять ими. К сожалению, инструментов у нас для этого не очень много, но мы должны поблагодарить Вячеслава за участие в программе. Спасибо вам и радиослушателям, всем, кто звонил в студию, мы тоже благодарны, и я думаю, что мы к этой теме еще обязательно вернемся, потому что мы много чего не рассказали. Спасибо всем. Была программа подоплеков в эфире и ее ведущая Людмила Прибыльская. Всего доброго.